Мы находимся в Оренбурге. Всех с наступающим Новым Годом! У нас крайне рабочая планерка этого года и мы сегодня поговорим о важных вещах, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Сейчас, секунду, надо все настроить. Будем надеяться, что инстаграму все видно, потому что кто-то смотрит запись. Обещали выйти у нас в инстаграм, в инстаграм девочки. Ну да ладно, будем считать, что видно. Я так очень надеюсь, что все видно хорошо. И меня, и слайды. Все. Ох, как я скучала по штативу, кто бы знал. Как тут выключить летающие стрелочки? Ну ладно, вам будет весело смотреть. Пусть будет со стрелочками. Не вижу, как выключить. Здравствуйте, Валентина. Будут стрелочки летать? Не знаю. Включить-включила, как выключить? Не знаю, не вижу. Так, ну я вас поздравляю с тем, что у нас закончилась с вами вторая неделя каталога. Каталог в режиме вау. Вау, потому что у нас очень хорошие, крутые результаты у каждого. Я всех поздравляю. И мы смотрим с вами на чек-лист третьей недели, чем мы будем заниматься с вами. И что у нас под пометкой «Сделано» должно быть к понедельнику третьей недели. Конечно же, личный товарооборот. Но, друзья мои, да, сегодня 24 декабря. То есть мы однозначно уже должны успеть сделать свой товарооборот на 150 баллов, а кто-то и на 250. Так что сделано. Естественно, премьер-клуб и 50-банники прошлого, 16-го каталога у нас поздравлены. Ну и, в общем-то, мы уже можем начинать поздравлять премьер-клубовцев и 50-банников текущего каталога 17-го. С наступающим Новым Годом мы их можем начать поздравлять. Мы их можем начать поздравлять с тем, какие они заказы сделали, сколько они заработали. Напомнить им о том, что еще можно сделать крайние заказы, чтобы получить их до Нового Года. Помочь им подобрать какие-то продукты, например, на замену, если вдруг они что-то хотят заказать, а этого нет на складе. Своевременно проинформировать о наличии продуктов на складе. Ну, в общем-то, есть нам чем уже заняться. Поэтому в чек-листе третьей недели поздравление премьер-клубовцев и 50-банников, оно перетекает уже на поздравления новых. То есть, если мы будем успевать поздравлять новых на третьей неделе, нам будет легче с вами на первой. И мы как бы перенесем их уже на первую неделю разместить заказы. Уже можно напоминать о том, что каталог номер один начнет работать 30 декабря. То есть, мы сможем с вами сделать заказ до Нового Года, до того момента, когда все уже будут лежать под елками. Поэтому это очень круто тоже для нашего бизнеса, что мы первые заказы делаем 30 числа. С телефонами, да, это постоянно наш акцент. Мы планируем тех людей, которые будут готовить для нас телефоны. Телефоны, напоминаем им об этом, мы постоянно ищем тех, кто будет давать. Это могут быть новые люди каждый раз, потому что бывают наши новички. На старте дают нам 3-5 телефонов, а потом вдруг ничего не делают. Это нормально. Зато у нас есть телефоны, мы работу свою продолжаем. Рекрутирование мы с вами стремимся к тому, что у нас было 2-7 стартеров за неделю. 1-2 рекрута. Ну и на третьей неделе каталога текущего у нас основные с вами акценты. Это дозваниваем тех, кто еще не сделал заказ, потому что у них есть еще время, чтобы получить заказ до Нового Года. Смотрим, кому до чего не хватает по инфолисту. Это акции 50-150 баллов. Это уровни. Кому там до 3-х, кому до 6-ти, все смотрим снизу. Просматриваем распечатку снизу, наш инфолист. И смотрим, кому до чего там не хватает. Ну, конечно же, успеваем читать. 7 стратегий успеха у нас. Стольная книга для тех, кто ее еще не прочитал. Еще одна книга, которую я, например, для себя открыла и читаю, это книга Энтони Робинса «Разбуди в себе из Полины». Тоже мне очень нравится. Я ее сейчас читаю. Ну и, конечно же, акцент рекрутирования. Заводим диалоги, ищем теплые телефоны. Ну, короче, работа у нас не останавливается. Сейчас мы через поздравления с Новым Годом можем обратиться к каким-то тем людям, с которыми мы давно не общались на тему бизнеса. Потому что сейчас есть идеальный повод поздравить людей с Новым Годом. Это тоже не нужно упускать из вида. Ну и наши вау-результаты. Каталога номер 17. У нас за неделю с вами прибавилось директорский объем. Да, 7858 баллов прибавились. Хочу поздравить директорские команды Елену Колесникову и Ефимову Людмилу с запасом. Крутые баллы. Ну, в общем-то, получается, что Людмила это группа Дениса. Да, если мы сложим баллы Людмилы и Дениса, как раз-таки там получится тоже 11, ну, почти столько же, сколько у Лены. То есть по 12 тысяч баллов практически мои директорские ветки работают. Ну, я выделяю тех, у кого реальные 7500. Да, это Елена и Людмила на сегодняшний момент. Поздравляем вас. Как крутых объемщиков, да. Козлову Валентину у нас на 12%. Логиновая персональная группа моя 12% с приростом тоже сделали. Молодцы за эту неделю. У Дениса тоже отдельно группа 12%. Команда Алены и Лены Кищенко тоже почти 12%. Алена, а у тебя уже, да, 12%, так? То есть у тебя уже там 12%, ты их уже видишь. Поэтому ура, круто, идем на 15%. Молодцы, всех поздравляю, стремительный рост, классно. Классно, потому что мы с вами знаем, зачем мы пришли, ради чего мы работаем. А хочу вам напомнить, что перед Новым годом важно делать ревизию на своих целях и писать список желаний, писать благодарности себе и своему предыдущему году. Так что год 18 мы закрываем и закрываем его благодарностями себе и тем людям, с которыми мы встретились и теми результатами, которые у нас есть. Это все мы с вами проделаем на тренинге, который я для вас проведу. В четверг в 21.00 будет проходить тренинг по Робину Шарму, который будет называться «Твой лучший 2019 год». Запаситесь терпением, потому что он может не уложиться в час, может быть мы займем полтора часа эфирного времени. И мы с вами поблагодарим год прошедший, мы продумаем то, что мы хотим достичь в году грядущем. И все вместе в красивых блокнотах, которые вы успеете приготовить до четверга, мы с вами пройдем вот этот замечательный тренинг, который я для вас сделаю к четвергу. Обещаю, 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 потому что у меня это в планах уже стоит. Так что пишите себе в ежедневнике, что в четверг в онлайн режиме мы заходим на вебинар и вместе будем прорабатывать наш самый лучший 2019 год. Идем дальше. Какие цели у нас есть ежедневные для того, чтобы мы с вами достигали успеха? Мы идем к тому, чтобы делать 1-2 регистрации в день, беседовать с 5-ю консультантами. Сейчас мы беседуем с теми, кто уже разместил заказы, мы их поздравляем. И тех, кто может быть не размещал заказы, мы им напоминаем, поздравляем с Новым годом. Ну в общем-то у нас есть сейчас повод со всеми пообщаться. Ну и конечно же совершать продающий диалог. Эти диалоги мы сможем совершать вплоть до субботы, потому что реально что-то на складах есть. Ну и в общем-то не всем людям нужны подарки именно к 31 декабря. Кто-то их дарит на Рождество, и до Рождества мы доставку получим. Поэтому три цели. Методики, которыми мы работаем, да, это звонки без предупреждения, это личные встречи, милые звонки с собеседованиями и холодный рынок. Это сбор контактов, прозвон на дисконт и голосовые сообщения. Это реально то, что можно добавлять в свой график, в свой режим. Это те вещи, которые принесут нам результаты. И только одна зависит, насколько ответственны мы подойдем к тому, чтобы найти время на вот эти действия. Потому что лучше чувствовать дискомфорт в том, что мы сегодня делаем какие-то вещи, которые нам некомфортны, да. Нам некомфортно идти с новой информацией к старым людям, да, к своим знакомым. Нам некомфортно идти с новой информацией к новым людям. Это некомфортно. Но зато преодолевая этот дискомфорт, да, преодолевая дискомфорт сейчас, когда вы не хотите делать какие-то действия. Это нормально, и мы тоже чего-то с Денисом не хотим. Вот друг друга заставляем. У нас такая семейная игра. Заставь соседа порекрутировать. Мы действительно так делаем, потому что это надо нам, и мы это понимаем. Но сегодняшний дискомфорт в приглашении людей избавляет вас от дискомфорта в будущем говорить, что у вас на что-то нет денег. Это же тоже ведь некомфортно говорить, что ой, я не могу себе на Новый год купить новое платье, потому что у меня нет на это сейчас средств. Ой, я не могу ребенка отвезти на какую-нибудь новую развивашку, потому что у меня нет денег, у меня все под расчет. Я не могу себе купить вторые зимние сапоги, потому что у меня нет средств. И очередное не могу, не могу, не могу, не могу. У вас у каждого не могу свое. И вот от этого дискомфорта, чтобы уйти, нужно сейчас пережить дискомфорт приглашения людей в бизнес. Поэтому каждый выбирает сам, какой дискомфорт ему более, да, сейчас неприятно испытывать. Дискомфорт от отсутствия денег и дискомфорт от приглашения людей. Вот, поэтому мы с вами смотрим сами, какой дискомфорт нам ближе или дальше. Ну, в общем, вы поняли, что тот, который мы не хотим чувствовать, вот, поэтому, значит, испытываем второй дискомфорт. Не хотим приглашать людей, будем испытывать дискомфорт по отсутствию денег. Не хотим испытывать дискомфорт по отсутствию денег, идем испытывать дискомфорт в общении с людьми. Хорошая новость в том, что этот дискомфорт он проходит, потому что процесс похож рекрутирования на танец, танец общения. И рано или поздно он все-таки затягивает и уже не так дискомфортно, уже привычно, вы уже знаете, какие возражения человек вам может дать. Вы регулярно с ними сталкиваетесь и вам не составляет труда провести бизнес-презентацию. Зато потом уже открывается бесконечный океан возможностей, когда вы можете на одну зарплату пойти и купить путевочку куда-нибудь на Мальдивке, слетать в зиму, в такую вот особенно, как сейчас погода, когда ветрено, холодно. Почему бы да? Почему бы не слетать куда-нибудь в интересное место? Ну и конечно же, помимо рекрутирования, мы выделяем время на запуск новичков. Это хорошая тема, которая работает во всем нашим командам. Чаты в Вайбере помогают нам быть на связи с нашими новичками. И мы с вами в этом случае очень-очень-очень близко общаемся с ними и у нас получается их, как бы, получается их выводить на новые действия. Если мы регулярно скидываем ролики, если мы регулярно с ними общаемся, то они дают отдачу, да, дают действия, которые мы трансформируем в результат. Сегодня, в преддверии закрытия каталога и в преддверии закрытия года, я хочу с вами разобрать тему по кабинету приглашающего спонсора. Это важная штука, которую должен уметь каждый рекрутирующий спонсор использовать. И сегодня мы с вами разберем правила использования кабинета приглашающего спонсора, для того, чтобы у нас с вами не было никаких подводных, ну, как сказать, не то, что подводных камней. Ну, в общем, подводных каких-то неровностей, да, в этом вопросе. Что это такое и с чем его едят? Сейчас я покажу, где его найти, потом покажу, как им пользоваться. Я сделала скрины, вы можете, в принципе, зайти в свой личный кабинет и там же тоже найти. Если у вас есть новичок текущего каталога, вы найдете кабинет приглашающего спонсора. Как он выглядит? Мы заходим на личную страничку в Oriflame, заходим в мой бизнес. У нас это три человечка, такие, да, красненьким я выделила. В мой бизнес заходим. Инстаграм вам видно? Поставьте плюсики, если вам видно. Вот, значит, управление структурой нажимаем, и здесь есть кнопка в кабинет приглашающего спонсора. Тут, между прочим, много отчетов, и в рекрутировании вы можете также найти отчет по посуде, да, у кого сколько баллов на посуду, на рондо, вот эту красненькую. Видно? Хорошо. Спасибо. Вот, то есть в кабинет приглашающего спонсора заходим и видим вот такую вот штуку. Я на примере кабинета Ли Сан показываю, потому что у нас как раз-таки здесь такая ситуация произошла, что мы подписали человека, и вдруг мы его подписали не туда, куда нам хотелось бы. Поэтому, когда вы открываете кабинет приглашающего спонсора, вы видите там новичка, который у вас зарегистрировался в течение текущего каталога 17-го. И можно нажать поменять вышитающего спонсора для того, чтобы выскочил вот такое окно, в котором вы можете номер спонсора написать. Чей номер спонсора писать и где его брать? Ну, конечно же, очень важно посоветоваться с директором, прежде чем что-то делать, потому что у кабинета приглашающего спонсора есть свои такие нюансы, о которых мы сейчас с вами поговорим, когда я вам все покажу. Где номер спонсора берем? Мы берем в инфолисте, то есть когда вы заходите в инфолист, это первый кусочек инфолиста, да, первая его часть, вы видите три колонки с длинными номерами регистрационными. Первая колонка это номер регистрационного человека, которого вы зарегистрировали. Второй это номер спонсора, то есть так как мы их регистрируем друг под другом, номера наискосок будут одинаковые, вы это видите. Вот, видите вы, инстаграм, должны видеть. Ну, как-то вот... Ох, лишь бы не упало ничего у меня. Простите. Извините. О! Ну, как-то так. Ой-ой-ой-ой-ой. Что я сделала? Я пробел зажала. Извините. Минуту. Сейчас я верну. На распечатку. Хотел, чтобы видно было распечатку. А, вон что, понятно. Я Enter нажала. И он не хочет. Я думаю, что он так тормозит. Вот. Вот, чтобы хорошо было в инстаграме еще видно. То есть, номер спонсорный, с косок они совпадают с номером новичка, потому что новички друг под дружку. И пригласил, то есть, кто приглашающий спонсор, мы это тоже видим. Итак, что мы видим здесь? Вот такая вот интересная вещь, что у Лисан, например, да, вот есть 13 человек. В структуре мы видим уровни, это линии, то есть, относительно нее, она нолик, да, и вы тоже, каждый нолик в своей команде. Как бы, начало всех начал, да, нулевой километр вашей организации, это вы. И дальше все люди идут друг под дружкой, зарегистрированные к вам. И вы видите, что, мы видим, точнее, что Чесиева Марина, она у нас в 13 линии, относительно Лисан. А вот Бекетеева Рашида, она в первой. И вы видите, что номер спонсора приглашающего, он совпадает. То есть, значит, что она ушла в первую линию к Лисан. Этот человек в структуру к нам не попал, то есть, в цепочку не попал. Этот вид команды выглядит вот как на следующем слайде. Смотрите, пожалуйста, то есть, когда вот А, Б, В, Г у нас подписаны, да, А, Д попал в сторону, и эта сторона, она остается реально в стороне, то есть, он в нее участвует уже в команде, в проекте командного сопровождения. Откуда мы берем номер, да, и что мы можем сделать? Мы можем вот этого Д переставить под Г. И это делается только в каталоге регистрации человека под буковкой Д. То есть, если мы его пригласили в текущем, в 17-м каталоге, мы, в принципе, можем поменять его спонсора, то есть, того, кто над ним находится, то того, чьим номером мы маркируем положение человека в команде. Если мы все грамотно сделаем. То есть, если мы обращаемся к инфолисту еще раз, то есть, мы, в принципе, должны, по идее, Бекитееву Рашиду переставить под Чесиеву Марину. Соответственно, мы вот в это окошечко, который вот здесь вот на предыдущем слайдике был, да, вот в это окошечко, должны у Рашиды поставить номер Чесиевой Марины. Вот этот номер, который мы видим в первой левой колоночке. И в этом случае мы используем наше право поменять спонсора. Очень важно использовать этот инструмент аккуратно и зная все правила, которые у нас есть. Какие правила у нас есть использование кабинета приглашающего спонсора? Ну вот, первое я вам уже сказала, что новичка можно переставить только в течение каталога регистрации новичка. И при условии, что на конец каталога у того человека, под кого вы переставляете, не кончится срок квалификации или он будет у вас верифицирован, то есть, чтобы был паспорт. Новичок переставляется вместе со всей командой, которая под него подписана. То есть, если под Д было бы подписано Е и Ж, то вся бы эта цепочка, она бы переставилась у нас под Г, если бы это нам было нужно. То есть, еще раз, вся вот эта цепочка Д, Е, Ж, она бы у нас переставилась под Г. То есть, оттуда бы взяли мы ее и переставили, нам надо было бы только номер приглашающего спонсора, номер непосредственно вышедающего спонсора поменять у Д. Этот кабинет мы используем в последнюю среду каталога, потому что, если вдруг мы накосячили в самом начале каталога, то есть, в понедельник, например, работы первого каталога, сразу переставили под Г вот этого человека, он сразу не переставится у вас, он переставится только в последний четверг каталога. И в итоге получится, что мы с вами останемся без регистрации под Г, потому что у нас хвостик организовался, и мы уже написали заявление. Заявление переписывать нельзя, поэтому его надо писать один раз, и абсолютно верно. Поэтому перед тем, как назначать нового спонсора, открывать вообще кабинет приглашающего спонсора, позвоните директору. Директор лучше подскажет вам, как хорошо и как правильно исправить ту ситуацию, которая сложилась в вашем бизнесе. На этом мы и существуем, чтобы вам помогать делать аналитический срез вашей команды и помогать вам делать максимально выгодно для вас. То есть кабинет приглашающего спонсора последний раз работает в среду на третьей неделе. То есть вот 26-го числа в среду мы будем переставлять те регистрации, которые вдруг мы неправильно поставили в течение всего 17-го каталога. Вот. Поэтому в последнюю среду, как отчинаш, если вдруг ошиблись, все перестановки делаем в последнюю среду каталога. И уже дальше ждем. То есть в среду, если вы сделали какие-то перестановки, вы предупреждаете команду, что регистрации больше пока не идут или идут в правильное место. Потому что, напоминаю еще раз, что Дейлон все переставится со всеми регистрациями, которые под него будут проходить, под Г. То есть вся цепочечка возьмет и переставится. Если под Г на тот момент появятся еще люди, у вас опять появится хвост, который вы уже исправить сможете только по заявлению с паспортом. Это очень сложно, поэтому лучше до этого не доводить, а вовремя поинтересоваться у наставника, как же сделать так, чтобы у вас все было хорошо. Поэтому кабинет приглашающего спонсора – это классный инструмент, но только в договоренности с вашей командой. То есть без договоренности с командой не используйте этот инструмент. Пожалуйста, я вас очень прошу, потому что иначе у нас будет небольшая путаница, и мы не всегда сможем ее выровнять так, как нам необходимо. Поэтому вместе с директором проверяйте, ставите в известность всю свою команду, что в среду вы в последнюю провели изменения в кабинете приглашающего спонсора, и вместе с командой дружно ждем конца четверга, чтобы увидеть эти изменения уже в инфолисте. Мы их увидим с вами в четверг или в пятницу, поэтому сутки для того, чтобы подождать, чтобы все выправилось, ситуация наша – это не так много, и можно реально сутки не проводить никакие регистрации и ждать. Вот это то, что сегодня я вам хотела рассказать. Ну и, конечно же, завершаем мы нашу планерку еще раз акциями. У нас сейчас идет акция по набору баллов на посуду классную, посуду Ронделл. Ой, извините, правду говорю, точно продолжается. И, между прочим, 16-й каталог мы уже проработали, 17-й дорабатываем. Те, кто у нас приходят в конце 17-го каталога, у них еще есть весь первый каталог, как период квалификации на то, чтобы размещать свои заказы, и у вас эти баллы считаются в посуду. И в первом каталоге мы тоже приглашаем людей. У нас 4 недели будет длится первый каталог, он у нас длинный, у нас есть время, чтобы разгуляться. И те, кто регистрируется в конце первого каталога на четвертой неделе, у них есть еще 21 день на то, чтобы сделать заказы, они вам также посчитаются в спонсорские. Активность акции «Новый год с Арифлем» у нас заканчивается сейчас. И те, кто делают в 17-м каталоге 50 баллов, они очень классным образом получают набор из 8 продуктов за 799 рублей, если они в одном каталоге делали заказ, и если в двух, то 199. И сейчас беспрецедентная акция от компании, всю неделю у нас идет бесплатная доставка от 15 баллов, грех не воспользоваться, 15 баллов может делать каждый, то есть это повод обратиться еще раз ко всем спящим, ко всем в баке, кто не делал заказы, и всем-всем-всем рассказать, что есть витамины по акции, витамины еще на складе есть, вчера лично проверяла, делала заказ, очень легко делать шаги именно с витаминами, очень легко попадать в премьер-клуб с витаминами, главное рассказать, что 800 рублей на 2 месяца, вообще шикарное предложение, баночки, и мы ищем сейчас пары, 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 да, кому надо одну баночку, ищем пару, пару соединяем и отправляем эти заказы, чтобы у людей максимально была возможность познакомиться с волнцпродуктом. Так, двигаемся дальше, да, какая цель у тебя, да, и какая, ну куда мы двигаемся, и что мы делаем, мы, конечно же, вспоминаем регулярно. По трафарету, наша задача сейчас в нашем ритме праздников всегда находить время на то, чтобы делать сообщения, это важно. Если мы сейчас с вами, друзья мои, решим, что у нас закрылся каталог, расслабимся и опомнимся только 10 января, я вас уверяю, будет очень сложно включиться в процесс снова. Поэтому помните, пожалуйста, что в душе вы каждый миллионер. Я вот вам всем говорю точно, что вы миллионеры. У вас скрыт огромный потенциал. Поэтому, несмотря на всякие праздники, гуляния, готовку оливье, салатов, шуб, там, вкусного мяса и так далее, старайтесь сделать хотя бы минимум, который вы можете сделать для вашего будущего бизнеса. Потому что лучше терпеть дискомфорт сейчас сообщаться с людьми, нежели чем терпеть дискомфорт и отказываться от каких-то покупок из-за нехватки денег. Я думаю, что вы все со мной согласитесь. Поэтому вспоминайте о том, что вы миллионер почаще. Хотя бы три раза в день. Хотя бы три раза в день делайте по 10 сообщений, по 5 звонков. То, что вы можете. И вы удивитесь, какой у вас будет офигенный старт на первый каталог. Поэтому мы работаем каждый день. Мы каждый день делаем действия. Мне очень понравилось правило двух минут, которое нам подарила Татьяна недавно в нашем лидерском чате. Что многие дела мы откладываем больше, чем весь день, а делать их две минуты. И вот такую вот игру с собой проведите. Отвечайте регулярно себе на вопрос. А смогу ли я сделать вот это вот дело, которое я не хочу делать, за две минуты? Это очень интересно. Это реально работает. Я уже на себе проверила. Правда работает. Когда ты такой сидишь и знаешь, что у тебя там куча неотвеченных диалогов и неохота за них вообще садиться браться. А потом ты думаешь, а интересно, я за две минуты отвечу на 10 диалогов? Хоп, открыл инстаграм. Да, главное не успеть подумать. Обратное. И давай бегом-бегом-бегом отвечать на диалоги. И вы удивляетесь, что за 2-5 минут максимум вы уже отвечаете на все ваши диалоги, которые вас тянули полдня. Или же завести 10 диалогов. А интересно, за 2 минуты сколько я диалогов заведу? Раз, поставил таймер, открыл свою любимую соцсеть и пошел быстро заводить диалоги. Заводил, заводил, заводил диалоги. Оп, таймер прозвенел. Не хочешь ты дальше? Не продолжай. Через 10 минут повтори свой двухминутный подвиг. И точно я вас уверяю, что вы увидите много новых диалогов и много новых людей в ваших командах. Правило двухминут работает всегда. Чем быстрее вы себя выдергиваете в состоянии покоя и приводите себя в действие, тем дольше вы в этом действии остаетесь. Поэтому правило двухминут дарю вам на Новый год, чтобы все им пользовались, потому что оно реально классное. Да, поэтому постоянный фокус у нас на личную активность, личный рекрутинг, личные заказы, контакты с премьерами, с активными консультантами. Сейчас всех поздравляем с Новым годом и помним о том, что у нас есть акция на посуду, спрашиваем телефончики, общаемся в чатах, саморазвиваемся, ну и, конечно же, планируем свой день. У каждого точно я уверена, что все получится. Ну, я еще до Нового года с вами встречусь, поэтому в планерку я не ставила ставить слайды с наступающим Новым годом, потому что у нас еще с вами есть неделя работы каталога. Рано еще праздновать. Есть еще у каждого цели, которые мы хотим с вами достичь. Поэтому я желаю, чтобы у каждого из вас эти цели были реализованы. Всех жду в четверг на нашем тренинге «Твой лучший 2019 год» с красивыми блокнотами, с красивыми ручками. И мы с вами проведем планирование года прям буквально на вебинаре в режиме реального времени. Запасайтесь временем где-то около полутора часов, чтобы мы точно с вами все успели. Читайте книги каждый день, вкладывайте в себя знания, заряжайте свой мозг, свою мотивацию, свою веру в успех, и у вас точно все получится. Хорошей вам третьей недели. Учитывайте сроки доставок, чтобы каждый успел до Нового года, кто хочет, да, если кому все равно, то работаем в субботу до самого последнего клиента, потому что суббота – это всего лишь 29-е, зато 31-го у нас будет выходной. Всем пока-пока, и встретимся на второй части нашего обучающего вебинара в 9 часов. Татьяна Красавицкая нам расскажет кое-что интересное. Всем пока-пока!